Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я приветствую вас, мои друзья, на своём канале. И в сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться немножечко таким видеооткровением, и вернее даже видео-благодарностью вам, мои зрители, за то, что вы со мной. Рассказать вам, почему я открыла канал на YouTube, и что творилось и что творится в моей жизни. Немножечко поболтать с вами в этот уютный вечер, который сегодня вот у меня уже наступил. Итак, мои дорогие, мой канал существует, активно существует год. До этого я, конечно же, как и вы, смотрела своих любимых блогеров. Зарегистрировалась я на YouTube очень давно, потому что мне хотелось комментировать какие-то просмотренные видео, задавать вопросы, участвовать в жизни своих любимых блогеров. Потому что я так понимаю, что каждый тот, кто смотрит блогера, он просто начинает понимать, что это родной человек. И каждый раз, когда я снимаю видео, я понимаю, что где-то вы там, у экранов своих мониторов, точно так же чувствуете моё окружение и какую-то даже дружбу и родственные отношения со мной. Кто-то из вас уже давно со мной, кто-то совершенно недавно присоединился. Огромное спасибо к моему каналу. И потом, спустя какое-то время, моя подруга сказала очень для меня значимую фразу, что, Маруся, ты совершенно запустила свой канал. И я подумала, что это вот то, что сейчас дало мне толчок для того, чтобы заниматься тем, что мне было очень интересно, и что я хотела делать, это творить видео, рассказывать вам о своей жизни, о своих увлечениях, о том, что происходит в моей жизни. И когда появились люди, которым я была интересна, это давало мне ещё больше мотивации для того, чтобы вам делать интересные видео. Я, конечно же, не ас, не спец в этом во всём. Я учусь, пожалуйста, поймите меня правильно. И я очень сильно вас благодарю за то, что вы своими комментариями, как вот из пластилина лепите меня, за то, что вы, как гранит, оттачиваете меня. И я с каждым годом становлюсь лучше, увереннее. И с вашей помощью, конечно же, я понимала, что всё делаю правильно. Но почему я открыла свой канал? Потому что очень, будучи юной девочкой, я мечтала быть актрисой. Мне очень нравилось творчество, что-то творить, что-то создавать, играть какие-то роли, может быть, даже окунаться в какой-то другой совершенно облик, в другой век. И я поступила, тайно поступила от своих родителей в театральную студию здесь местную и ходила также на литературный кружок. Мы там читали литературу запрещенных на тот момент авторов, Есенина, Садов и тому подобное. Потом, конечно же, наступило время перемен, перестройки. Немножечко завеса открылась, было намного проще. И вот в тот именно период я заканчивала школу. Ой, сейчас, руку сменю. Я заканчивала школу, и родители меня спросили, кем я хочу стать. Да, откровенно я им ответила о том, что мечта моя уехать в Ленинградское театральное училище, который наш режиссёр закончил, и поступить туда и стать актрисой. На что мои родители категорически ответили – нет. Они считали, что профессия актрисы, профессия музыканта, профессия художника – это не то, что мне надо в жизни. Это неприбыльная, нематериальная профессия. Понимаете, в времена перестройки тогда не то, чтобы было всё нестабильно, тогда вообще человек не понимал, что в жизни сейчас происходит. Рухнул Советский Союз, рухнула стабильность, и мы не знали, в каком направлении дальше идти. Многие специальности были невостребованы. Я, будучи послушным ребёнком, поняла, что всё то, что я намеревалась сделать, всё, о чём я мечтала, лопнуло, как мыльный пузырь в одночасье. И я послушалась своих родителей. На тот момент я задала им такой вопрос, какая же профессия, по-вашему, сейчас очень важна для меня? Ну, и они отзвучили, это учитель, это врач, это адвокат, это юристы, это инженеры. Ни одной из этих профессий не была мне по душе. Я поняла, что я буду делать то, что просто-напросто будет приносить какие-то деньги. И всё так в жизни завертелось, закрутилось, я вышла замуж рано, я родила, и в моей жизни появилась семья, всё шло замечательно, где-то параллельно я ещё кое-чему там училась, какие-то курсы заканчивала, что-то заканчивала. В общем, всё шло так, как должно идти. Но это было всё так неинтересно, всё так для меня сухо, скомканно. И вот именно эта фраза, что, Марусечка, ты совершенно забросила свой канал, в тот момент мне показалась лучом в тёмном туннеле. Я решила, вот, я начну что-то делать. Пусть это будет у меня ещё не получаться, пусть это будет всё очень сыро, некрасиво, пусть это буду я делать только для себя. И так я открыла свой канал. Я начала делать какие-то нелепые видео. Я потом, когда села монтажировать, что-то обрабатывать, где-то изучать, у меня не было аппаратуры, у меня не было абсолютно ничего, но мне очень сильно нравилось то, чем я занимаюсь. Когда стали смотреть меня зрители, когда стали комментировать меня, когда я смотрела, что я интересна, я очень сильно радовалась, я всегда радуюсь. Вы знаете, порой, когда я смотрю какие-то комментарии, или смотрю то, сколько человек меня просмотрело, или когда меня какой-то поставит там лайк, это настолько меня воодушевляет, что я прыгаю, как маленький ребёнок. Во мне зарождается маленький ребёнок в тот момент. И вот YouTube стал той площадкой, той платформой, той площадкой, той платформой, где я могу творить, где я могу развиваться в плане своего творческого начала. Пусть это случилось со мной только в 40 лет, и вы знаете, я очень желаю каждому из вас делать то, что вы хотите. В 40 лет я только стала творчеством заниматься, открыв свой канал, ведя постоянно, иногда с большими перерывами, но я стала заниматься тем, что мне очень нравится, тем, что мне приносит колоссальное удовольствие. Вы знаете, мои дорогие, скоро, очень скоро в нашей жизни придёт новый 2017 год. И я в преддверии этого праздника хочу обратиться к каждому из вас с огромной своей благодарностью за то, что вы со мной, за то, что вы вошли в мою жизнь, вы меня поддерживаете. Мои дорогие, я каждого из вас знаю по никам. Я, когда вам пишу комментарии, такое чувство, что я вот сижу с вами напротив. Очень скоро в нашу жизнь придёт новый 2017 год. Мои дорогие, мои дорогие зрители, я благодарю вас за то, что вы со мной, за то, что вы в моей жизни, за то, что вы смотрите меня, комментируете меня, поддерживаете меня. И иногда меня точно так же не поддерживаете, но это даёт мне понимать, что я делаю не так. Вы лепите меня, вы творите меня. Прошедших год он, как бы, знаете, такой дал для меня старт, который мне много показал и раскрыл глаза, как, в каком направлении двигаться. Ютуб — это та платформа, которая в мои 40 лет даёт мне развиваться как творческой личности. Благодаря Ютубу я приобрела много друзей. Благодаря Ютубу я приобрела очень благодарных и очень хороших зрителей. Мои дорогие, в преддверии Нового года я желаю вам, прежде всего, быть здоровыми. Я каждому из вас желаю счастья не только вам лично, но и вашим родным и близким, вашей семье. Я желаю вам, чтобы море улыбок окружало вас. Несмотря на то, в какой вы стране живёте, я желаю вам хороших, позитивных друзей. Опа, это Сашка позвонит. Да, Киса? Сашка прервал какие-то там рабочие моменты. Так вот, я желаю вам хороших дней, развиваться. Я понимаю, что очень сложная жизнь, особенно в Беларуси сложная у нас жизнь, не только материальная, но и моральная. Но я, мои дорогие, желаю вам всё-таки находить какие-то моменты для того, чтобы радоваться этой жизни. Ведь мы живём здесь и сейчас. Нет прошлого, будущее ещё не наступило именно здесь и сейчас. И неважно, нравится ли вам ваше тело, нравится ли вам то, как вы выглядите. Молоды вы, в возрасте вы, пожилые вы. Мои дорогие, жизнь, она одна у нас. Есть, конечно, какие-то трудности, с которыми мы справляемся, но это всё преодолимо. Самое важное, это чтобы ваши родные и близкие были здоровы. Счастье, оно очень такое, очень тонкое, очень зыбкое, и не всегда мы можем его рассмотреть. Вы знаете, я понимаю, что насколько прекрасно и насколько счастливо утром, когда я пью чашечку чая и могу позволить себе съесть сладость. Как счастливо, когда я могу идти на работу и смотреть, как красиво распускаются листва, как опадают листья, как меняются времена года. Я очень счастлива, когда я вижу за окном, как кушают синички сала, которые мы повесили. Я очень счастлива, когда я совершаю шопинг, когда я снимаю для вас видео, когда я общаюсь с вами в соцсетях, когда я звоню по телефону у своей дочери, и мы часами болтаем без умолку обо всём на свете, когда я точно так болтаю со своими подругами. Я счастлива, когда я могу обнять своего мужа, когда я могу приготовить покушать. Я очень не люблю готовить есть, честно. Но если я готовлю, я понимаю, что... Но если я готовлю, то я понимаю, что как важно вложить частичку любви в это блюдо, потому что это будут кушать близкие, родные мне люди. Я счастлива того, что рядом со мной находится ёлка. Я счастлива того, что праздники какие-то есть, я дарю подарки. Вы знаете, сколько много нашей жизни состоит из маленьких мелочей. И я вам от всего своего сердца желаю, чтобы в вашей жизни было их побольше, этих мелочей, чтобы вы могли радоваться тому, что они приходят в вашу жизнь, и тому, что вы можете отдать для своих родных и близких. Наш следующий с вами 2017 год будет очень добрым, позитивным, и что в мире будет побольше мира. Потому что, вы понимаете, чем больше мы говорим о чём-то, о том, что мы не хотим, тем всё равно оно в нашей жизни появляется. Так давайте мы будем говорить побольше о том, что мы хотим. Мы хотим здоровья, и я желаю вам его. Мы хотим мира. Я каждому желаю мира не только во Вселенной, но и внутри нас самих. Я желаю вам исполнения ваших желаний. Я желаю вам красоты. Я желаю вам благополучия, мира, душевного равновесия, весёлого настроения и всего самого хорошего. Ещё моим юным зрителям, может быть, и не юным, но я хочу пожелать всегда следовать своей мечте, не отступать от намеченной цели, пожелать загадать эту цель и двигаться, несмотря ни на что. Потому что я всё-таки уверена, что спустя какое-то время мои родители бы поняли меня и поддержали бы меня, что мы сделали с моим мужем для нашей дочери. И если бы я тогда не сдалась, Бог знает, где бы я была сейчас, и что бы в моей жизни происходило. Но жизнь сложилась так, как она сложилась, и уже её не исправить, не переделать. Может быть, в следующей жизни я как-то по-другому себя поведу. Но сейчас, в данный момент, у меня есть Ютуб, у меня есть вы, мои дорогие. У меня есть творчество, у меня есть мысли, у меня есть планы. И я надеюсь, с вами встретить 2017 год, продолжать и вести свой канал, и быть вам интересной. Так что не сдавайтесь, если у вас есть мечта. Двигайтесь к этой мечте, осуществляйте своё задуманное. И я очень вам желаю правильно загадать желание. Знаете, когда наступит 2017 год, обязательно тайно для себя скажите, о чём вы желаете, и отпустите это желание. Не зацикливайтесь на нём, тогда оно обязательно исполнится. И ещё верьте в себя, верьте в свои силы. Потому что, открыв свой канал, вы знаете, меня не поддерживал никто. Ни мои семьи родные, ни мои подруги, ни мои знакомые. Это было всё очень, так знаете, тоже тайно. Но в этот раз, мои друзья, я не сдалась. Я продолжала делать то, что мне нравилось. Так что, вот видите, к чему это всё приводит. Приводит к тому, что пусть не так, как, может быть, мы задумываем, мы идём к своей цели, не так, как мы желаем. Потому что наши желания и наши возможности, они, может быть, и отличаются. Но не наше упорство мы не сдаёмся с вами никогда. На этом я буду заканчивать. Как всегда, я желаю вам хорошего, отличного дня, весёлых праздников, друзья мои. Улыбок вам, мира, добра. Всего самого хорошего. С вами была ваша Мария Ивановна. Мои друзья, я вас обнимаю, всех целую. И увидимся с вами в следующем видео. Всего вам хорошего. До скорой встречи. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok